Тока пришла домой. Хозяин следит, как я буду готовить. Девочки, всем привет, мои хорошие. Я только пришла. В общем, хозяин это Беляш. За мной следит, потому что у меня тут мясо, но баранина ему нельзя. Нельзя. Потом я выйду, куплю тебе говяжью. Но я вам хотела вот сегодня рассказать одну вещь. Не знаю, что я сейчас буду делать. Тут два разных этих, наверное, да, Беляш, что мы сделаем? Короче, девочки, вчера меня познакомили с одной девочкой. Да, ей надо было с кем-то поговорить. Ей было, ну, ей очень тяжело, потому что у нее никого нету. Она здесь одна. И, конечно, нет, нельзя. Вот там сиди и смотри, пожалуйста. Тебе баранину нельзя, я тебе обещаю, потом я тебе куплю. Я тебе обещаю, я тебе куплю говяжину потом. Нельзя. Да. И эта девушка приходит к моим этим испанкам, да, подругам, что мы опять не собираемся. У них убирает. Потому что она мне говорила, Алина, хочешь ты, типа, убирай? Я сказала, что нет, потому что мне не нравится с кем-то дружить и у кого-то убирать. Потому что, знаете, да, свойство не так убрало. Знаете, да, пару бокалчиков выпьет и начнется. Но в этом, ну, знаю людей, я поэтому говорю. Да, и она нашла девочку. Как раз эта девочка еще там одних убирает. И как раз и у нее убирает. Ей понравилось, как она убирает. И вчера она мне звонит. Она говорит, Алина, пожалуйста, я знаю, что ты уставшая. После работы она у меня убрала. Спустись, что-нибудь, ну, выпьем и поговорим. Как раз начали говорить, я тебя познакомлю с девочкой. Ну, как раз начали говорить. И эта девочка мне рассказала. Я, конечно, ей давала пару советов. Ну, посмотрим. Получается, она уже два года живет с мужчиной, который еще не разведен. И не собирается разводиться. Потому что они с женой решили так. У них двое детей. Мальчик и девочка. Девочке 10 лет. Мальчику 5 лет. Значит, они решили вот так. У них общая квартира. Значит, 15 дней она с детьми в этой общей квартире. И она не должна никого привезти туда. Только она с детьми. Потом она уходит к матери. Беляш нельзя к Алине. И он приходит туда с детьми 15 дней. Пока они делали так. Ну, а так, этот испанец живет у нее. Ну, там квартира пополам, плоти, еду пополам. Все пополам. Да, но, конечно, сегодня у его дочери день рождения, 10 лет. Он пойдет на день рождения. Но она не пойдет. Потому что он ее брать не будет. Потому что не она своего жениха. Короче, пока, чтобы детей, типа, не травмировать. Ну, конечно, она говорит, я такие отношения не понимаю. Я говорю, что ты должна уже не понимать, что он не разводится. Он не разводится. Квартира общая. Не дай бог, говорю, с ним что-то случится. Она будет пенсию получать. А то, что ты ему сейчас стираешь, гладишь, готовишь ему. Это нарезки баранины, если вы хотите. Ну, спрашивайте или что. Это нарезки баранины. Да. Я говорю, детка моя, как можно жить с мужчиной, если он еще не разведен? Уже два года. Так, пускай разводится, платит 600 евро алиментов и все. Потому что так же нельзя. Получается, ты с ним как живете? Я тебя люблю, ты со мной живешь, но я не разведусь. Значит, не знаю, он тебе как квартирант, но просто он пользуется всеми. Ты ему готовишь, ты ему стираешь, ты ему убираешь. Он пользуется и тобой. Так получается. Она говорит, ну, я его люблю, он мне очень нравится. Не знаю, я не представляю жизнь без него. Я говорю, ну, ты женщина уже взрослая. Как это, жизнь без него не представляешь. Ладно. Я говорю, ты понимаешь, говорю, это не жизнь. Это не жизнь, это не жизнь, девочка. Это не жизнь. Получается, он 15 дней живет у себя в квартире с детьми. Ты 15 дней живешь сама, пока он с детьми в школу водит, то делает, то делает, всякие эти капризы. Потом он приходит к тебе. И опять 15 дней с тобой. И так все, всю жизнь будешь вот так терпеть, из-за того, что ты его любишь, еще и не разведен. Вот нахрен тебе нужен? Если, не дай бог, завтра что-то с тобой случится, не дай бог, вот ты пока ты работаешь, ты ему надо. А завтра, если не дай бог что-то с тобой случится, он скажет, ну, ой, извини, у меня двое детей, ты не жена, не пореха, да и чё. Даже у вас, не знаю, незаконные эти. Нафиг оно надо, говорю? Вот у меня тоже, если кто помнит, девочки, один там тоже бегал за мной, помните, что меня бесил вот это. Даже кто помнит, что вы мне говорили, боже, Алина, подальше от него, у него что-то не хватает. Вот он нашел себе, наконец-то, свою испанку, у них любовь морков, живут красиво. Ну, а как она осталась без работы, если бы увидели, как он к ней относится? Сюда иди. Я сказал, сюда иди. Вот такое обращение, понимаешь? Как вы думаете, девочки, это нормально? Она говорит, а что ты думаешь, что мне делать? Я говорю, как что делать? Ты, говорю, думай, что не только надо, в общем, одним местом только наслаждаться. Тебе надо думать так. Так, мне надо думать, вообще, зачем он мне нужен. Так, и сказать ему, ты меня любишь? Хочешь со мной быть? Да, значит, разводишься, плодишь алименты, и мы с тобой узакониваем и живем. Потому что, говорю, вот я тебе одну вещь скажу. Когда мы с моим мужем просто так жили, два или три года, он мне все время говорил, ты мне никто, ты мне не жена. Ты мне никто, ты мне не жена. А сейчас ты моя жена. Как это? Ты ж моя жена. Ты ж моя жена. Так, чуть-чуть, ты моя жена. Да, мне, я замучилась, мучилась с ними. Да, было дело, когда я хотела его нахрен послать. Ну, а сейчас, вот это, что мы все сделали, построили, все вместе сделали, он знает, что такой, как я, какая бы я ни была, там, бля-бля-бля-бля, кавказской овчанкой. Он все равно, он никогда не позволит вот со мной так разговаривать. Сюда, иди. Никогда он уже знает, что я сразу так полах, как дам ему. Не люблю, когда со мной так общаются. Так что я ей сказала вот так. Вот придет он с день рождения, скажи, ты знаешь, дорогой, все нормально, если ты хочешь со мной жить. В общем, мне надо отношения серьезные. Я хочу устроивать свою жизнь нормальным человеком, который будет со мной жить и буду знать, что сзади меня есть плечо, а не то, что квартиран, который пользуется услугами бесплатно. Вот так. Вот так я ей сказала. Это что такое? Прямо там мужчин нету. Я, если бы я вам клянусь, если бы мой этот был бы, каким-то вот эти, как... Я его просто сравниваю, своего сравниваю вот с теми, которым мы иногда идем, общаемся, ходим. Это небо и земля, девочки. Никто не может сравнивать моего с этими. Да, у него есть глупые эти, но у всех есть. А у меня какие недостатки? А у меня какие недостатки? Еще никто не знает. Я прям мой человек. У меня такие, знаете, какие недостатки? Я могу пойти с подругами в бар посидеть, а ему сказать тоже, я сейчас иду. Это от него научилась. Клянусь, от него научилась. Сказать, я сейчас иду, а потом прийти в 3 часа ночи. И он знает, что я глупость не сделаю, ничего плохого не сделаю. Он может только мне сказать, Алина, тебе завтра на работу. Понимаете? То есть я с ним живу, я свободна. Я завтра могу психануть, взять отель, поехать, а он может завтра за мной приехать и сказать, Алина, ну зачем ты это сделал? Не там, зачем ты это сделал? Понимаете, да, любимые мои? Ладно, приготовлю. Ой, я вам хочу показать, какую радиску я купила. Сейчас, где моя? Та-дам! Редиска моя, как тебе не стыдно? Помою и укушу. Всем пока-пока!